Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Это первый пункт Всеобщей декларации прав человека, принятый ООН 75 лет назад, 10 декабря 1948 года. Об истории создания и основных постулатах Всеобщей декларации прав человека расскажет презентация библиографа Центральной городской библиотеки имени Ломоносова. Организация объединенных наций, коллективный автор Всеобщей декларации прав человека, была создана после Второй мировой войны странами-участниками антигитлеровской коалиции. ООН пришла на смену неэффективной лиги наций с целью предотвращения будущих войн. Устав ООН был утвержден на Сан-Францисской конференции в 1945 году, подписан представителями 50 государств и вступил в силу 24 октября 1945 года. Этот день отмечается как день Организации объединенных наций. Документ, который позднее стал Всеобщей декларацией прав человека, рассматривался на первой сессии Генеральной ассамблеи ООН в 1946 году. Ассамблея рассмотрела правильный декларации и припроводила его экономическому и социальному совету для дальнейшей передачи на рассмотрение комиссии по правам человека в контексте подготовки ее международного биля о правах. Позднее эту работу взял на себя реликционный комитет. В него входили члены по правам человека, комиссии по правам человека. В комитет вошли 18 человек, представляющих различные политические, культурные и религиозные круги. Главой Международной комиссии ООН, под эгидой которой разрабатывалась декларация, была Элеонора Розвельт, супруга американского президента Франклина Динално Розвельта. Элеонора Розвельт назвала декларацию «Великой хартией вольности для всего человечества». Поэтому декларацию прав человека иногда называют «Хартией прав человека». Вместе с ней над документом работали Рене Кассен из Франции, составивший первый проект декларации, докладчик комитета Чарльз Малик из Ливана, заместитель председателя комиссии Пэн Чунг Чанг, представитель из Китая и директора отдела ООН по правам человека, который подготовил проект декларации, Джон Хамфри из Канады. Благодаря активной деятельности госпожи Розвельт, декларация была разработана и принята. В архивах ООН сохранилось выступление Элеонора Розвельта в Париже. Мы являемся сегодня свидетелем великого события, как для ООН, так и для всего человечества. Всеобщая декларация прав человека может стать основополагающим документом для всего человечества. Мы надеемся, что ее принятие Генеральной Ассамблеи сравнимо по значимости с принятием декларации прав человека французским народом в 1789 году. Били о правах человека в США и других аналогичных документах в других странах. Декларации с 30 статей являются частью международного били о правах человека наравне с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах и двумя факультативными протоколами. Современники отмечали ведущую роль китайского представителя Бен Чунг Чанга в составлении декларации. Это китайский ученый, философ, драматург, правозащитник и дипломат. В своих мемуарах Илеонора Розвельт вспоминает о нем. Доктор Чан был плюрористом и восхитительно говорил о том, что существует не одна, а несколько форм конечной реальности. В декларации, говорил он, должны быть отражены не одни западные идеи, и доктору Хамфри следовало бы применять эклиптический подход. Это было актуально. Мир разделился на два лагеря. Полный текст всеобщей декларации прав человека был составлен меньше, чем за два года. В то время, когда весь мир был разделен на два блока, восточный и западный, нахождение общей точки зрения в отношении сути этого документа оказалось невероятно трудной задачей. Подготовленный Рене Кассеном окончательный проект был передан комиссией по правам человека, которая заседала в Женеве. Этот проект, разосланный всем государством-членам ООН, с тем, чтобы они представили по нему замечания, стал известен под названием «Женевский проект». Первый проект декларации был предложен в сентябре 1948 года, причем в подготовке окончательного проекта участвовало свыше 50 государств-членов. В своей резолюции 217-А от 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея, заседавшая в Париже, приняла всеобщую декларацию прав человека. Восемь стран воздержались при голосовании, но ни одна страна не проголосовала против. Благодаря усилиям женщин-делегатов из разных стран, права женщин были включены в декларацию. Ханса Мехта из Индии, на слайде она стоит за Елена Розвельт, получила широкую известность в связи с тем, что заменила формулировку первой статьи декларации из 30-ти. Все мужчины рождаются свободными и равными, на все люди рождаются свободными и равными. Работа на декларации проявила идеологическое разногласие между союзниками по Второй мировой войне, СССР и странами Запада. За принятие всеобщей декларации прав человека проголосовало 48 делегаций. При голосовании воздержались несколько стран-членов, в том числе СССР, страны-члены социалистического блока, Белорусский СССР, Украинский СССР, Чехословакия, Польша и Югославия. Советское тоталитарное государство объявило ее текст антисоветским. Документ, провозглашающий человеческие права, не мог быть совместим с государством, построенным на отрицание прав человека. Наша страна, внесшая самый большой вклад в победу, понесшая самые большие потери, не подписывала эту декларацию вплоть до 1989 года. Более того, сама декларация не публиковалась в массовой печати до 1989 года. Советскую делегацию на историческом заседании Генеральной Ассамблеи возглавлял Андрей Януарьевич Вышинский, занимавший в ту пору пост заместителя министра иностранных дел СССР. По иронии судьбы, именно этот человек остался в истории как один из наиболее активных участников сталинских репрессий. Многие пункты всеобщей декларации о правах человека тогда Москву категорически не устраивали. Кремль не мог поддержать свободу передвижения, свободу слова и собрания, даже на бумаге. Это противоречило принципам, на которых держался авторитарный сталинский режим. Формальная претензия к документу звучала весьма невидно. СССР был недоволен его декларативным характером из выступления Вышинского на Генассамблее в Париже. Несмотря на некоторые свои достоинства, этот проект имеет и от крупных недостатков, главный из которых заключается в его формально-юридическом характере и отсутствии в этом проекте каких бы то ни было мероприятий, которые бы способствовали содействовать осуществлению провозглашенных в этом проекте основных свобод и прав человека. Что же остается? Остается голое провозглашение, сентенция, пожелание, возглас, лозунг, но не статья. Каждый год с 1977 года, 10 декабря, в годовщину принятия ООН всеобщей декларации прав человека, советскими диссидентами стали проводиться митинги. Несмотря на то, что декларация была подписана советским правительством только в 1989 году, впервые она была опубликована в бюллетене Советского комитета защиты мира «Века XX и мир» в 1988 году, номер 4, когда началась перестройка Горбачева. Главным редактором этого журнала был тогда правозащитник Глеб Павловский. В декабре 1988 года всеобщая декларация прав человека была опубликована в специальном выпуске журнала «Новое время». А в ноябре 1991 года в нашей стране была принята своя декларация прав и свобод человека и гражданина. Она воспроизведена в национальном законодательстве с некоторыми уточнениями и дополнениями. Авторитарные режимы ведут преследования по политическим делам. В разных уголках мира принимаются новые репрессивные законы. Целые страны лишаются суверенитета. Множество людей умирает голодной смертью, не будучи в состоянии реализовать даже элементарное право на жизнь. Однако, это только настоятельно показывает, как важно прилагать все усилия для самой решительной борьбы за новый справедливый мир, в основу которого будут положены ценности декларации. Несмотря на великое мировое значение этого документа, несмотря на самоотверженную борьбу храбрых людей за ее распространение, ценности декларации в мире до сих пор не реализованы. Основными принципами всеобщей декларации прав человека являются равенство и свобода всех людей, право на суверенитет нации, свобода мысли, безопасность людей и общественная роль законов. Ничто в настоящей декларации не может быть истолковано, как предоставление такому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам право заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленных к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей декларации. Борьба за права человека – это процесс. Эстафета передается от поколения к поколению. В декларации о правах человека отражен золотой стандарт, к которому должны стремиться народы мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова